всем доброе время суток сегодня у нас 22 января вчера мы приехали с андрюшка с похорон приехали вечером пока покормила зверюшек туда-сюда легла спать вроде бы устали вроде бы перенервничали ночью спала отвратительно ужасно ну вот и все сегодня рабочий день собираюсь на работу вчера подходила смотрела к машине потому что мурманске снова заметал какие-то катаклизмы непонятные в природе творятся но сейчас выйду раньше надо немножко она будет снег откинуть хриплю с утра на утоле по дороге написала что мы едем что я вернулась вот сейчас подойдет к машине еще один паренек с нами ездит женек тоже на работу поэтому собираюсь и поехали коля уже позвонил с утра говорит печенье закончилась ряшенка закончилась ладно печенье возьму с дома а ряшенку по дороге уже после работы буду к нему ехать заеду куплю я на работе нашла у дтп чп свою старую машину своего ланоса как я узнала узнала по вот этому вот баку вот мы с колей красили меня не было одной краски получилось так что цвет отличается короче это моя машина дома потом я вам расскажу что не так почему она попала в дтп чп вот на работе не очень удобно поотвечала на комментарии на ю тубе заблокировал несколько человек то кому то не нравится как я грублю алисе да алиса робот понимаете о ком я вот то почему я плачу и отворачивать себе камеру какие-то такие тупые комментарии то все что-то с чем-то вот короче позаблокировал несколько человек что-то мне так тяжело разговаривать последнее время вот не так как раньше ладно приду в норму я думаю все будет нормально вот андрюшка дома сегодня он дома завтра ему на работу тоже с ним списывалась говорит прихожу в себя потихоньку надо надо продолжать жизнь и надо приходить себя возвращаться привычный ритм сейчас отработаем ольгу до кину куда это удобно сама пойду коль в больницу и рома про едем едем по пол седьмого до 1 минус 12 за а я буду угроза пинал них да кажется что холоднее завтра воскресенье да я что-то вообще пока вот все я потерял я не могу понять как где недели чем не делать свои обязанности не могу но я в один день такое делаю это то другое врачам сегодня забыла распечатать вспомнила в конце рабочего дня но это быстро ну когда с ритма выходишь теряюсь небо низкая у нас такое небо низкое я говорю с отпуска пролетаешь вот раньше на поезде на машине это просто небо придавливает такой-то себя мразик какой-то низко-низко земле тебе даже сейчас посмотри вот он рядышком в руку братья не красиво что-то но какими-то это развода но как разводится но что мозга слушаем я после короны у меня сильно память это вообще ну стало плохо когда были переболели на месяц-два а потом я чувствую на улучшение восстанавливается это момент лучше а сейчас опять я даже не могу словно не оль ты недавно все это время мало прошло я прям пугалась но неужели меня на всю жизнь так останется шапин то и дело мы с ленка разговаривали с михаилом игру ленка вдруг у нас деменция еще какая-то хрень вообще будет не дай бог не не она восстанавливается я со многими людьми общалась которые также переболели тоже памяти провалы были а потом нормально вы ночевали у них до ночевали мы вчера с приехали только во сколько у них дома да слушай ну вот вчера какой был день со дня смерти завтра девять дней вот я и думаю да и поздно же как-то завтра девять дней потому что это долго с документами совсем не могли ее забрать прям впритык все надо это купить пирожки конфеты завтра принесу сын как с Андреем было нормально он держался в пояс сели я вижу хреново он отойдет он просто там держался на кладбище и все держались так и этот Настин папа ночью тоже когда уже похоронили и вижу все ну что он вон как это пять часов ехали все правда разговаривались пять часа думали сядем и все вот там все так хотели сесть поезд там припляшем по сфигам даже не легли и Настю с попитали и всех родственников и бабушку тук так спасибо видишь хорошо пока Настин и мама были здесь ждали ну когда ее отдадут у них там еще у нее трое сестер такая семья хорошая сестра вообще обалденная вот со всеми познакомились и они все пока она была здесь они то все организовали все подготовили ну то есть приехали все не надо было головной боли никакой да вот это очень здорово такие трусные вообще молодцы и бабушке это Настя ну у нее папа умер вот это бабушка была которая папа умер да и бабушка была вторая которая отчима ну все хорошие бабушка которая отчима мама ну ей около семидесяти может чуть больше маленькая такая за рулем машина как у меня только стэплей ну немножко другая ну как бы реношка тоже и вот она весь всех отвозила развозила нас на вокзал такая за рулем шустрая молодец на извозе была дядя Валя у нас и там и сям она когда мы пришли в кафе сели ну тут кому что налить там вино она я не буду я на развожу я за рулем а я еще посмотрела думаю вроде пенсионерка за рулем ну как бы удивилась думаю она пошутила а потом что серьезная да водитель молодец и хорошо машину водит народу было наверное на прощание больше ста человек это точно это сто процентов ужас с Мурманской особой отовсюду еще не все приехали это третья часть наверное только там говорят приехали больше ста человек на прощание вот на улице мы прощались вот так в кафе потом по-моему шестьдесят пять человек что там видно ну чтоб себе сколько ста человек мы считали ты сможешь себе представить сколько народу было все но у нее волосики то хоть и не любят нет она закрыта голова за золотки у нее нет какие волосы белый гроб в белом гроб вот куда прет бля хомуха но сон что видит бабушка так вот такие же эти делают авария даже не отреагировала да и я думаю пофиг едет не понимает куда едет диагноз поставили отек мозга то есть я думала может сердце нет когда ее начали нет отек мозга травматический да из-за травмы перелом основания черепа в связи с чем травматический отек мозга вот так вот получается а я тоже думала сердце надо это я думала да может мозгом может выводили может больно может испугалась кто его знает нет она даже не чувствовала боли никакой потому что я так думаю вот она как попала в аварию ее в кому ввели и все и она вот проспала и все что выглядываешь а? тебя устал ждать снимай маску зачем а зачем ты в маске не заразить тебя чем не заразить что ну я должна посмотреть на мимику твою тебе тоже приготов это сок а сок а стирки нету и стирка короче я тебе купила там что было коль кефир это завтра привезу рязанку рязанки не было такой как ты а мне помог сейчас ты прислала это я сейчас тебе прислала да этого не было а я искал исходящий там там же пока крест портрет это же пока сейчас не ставят памятник вот таков поставили а это вот вот это вот когда они у нас были ну 31 числа вот это вот это они у нас были ну тебя не было вон собачка вот эта которая погибла собачка тоже была была собака вместе с Настей у нее перелом позвоночника и усыпили ну нет смысла лечить не было а знаешь откуда я знаю Дмитриевич в больнице где как ее дочку зовут я ее ни разу не видел но ее зовут Лена я не видел ни разу но я ее тоже не видела ни разу ее зовут Лена она смотрит мое видео и увидела как он тебе в больницу приезжал а это так это ж мой папа вот и он сейчас в городской больнице лежит какой день сегодня делают процедуры тебе уже пятый пятый а тебе и по выходным делают и по выходным я не могу по воскресеньям выходные но сегодня не все кроме иглоукалывание не делают сегодня нет не массаж не делают сегодня нет ты мне ночью приснилась рука это лежала я на левом батарея а тут батарея горячая упала я начал кричать я говорю что ты днешь у меня это жарко ты на меня ругался ночью да а Юлка проснулся на кого ты так а я что-то во сне я говорю на жену так горячо прижгло вот на футболке вот эту сторону короче кто виноват всегда жена виновата она батарея прижгла руку Лена виновата виновата дома как раз с левой стороны ты что-то прижало дома ты же сколько спишь не дома двадцать дней не двадцать сегодня какое но третьего числа тебя забрать девятнадцать короче так работают руки на стол ставят болтов штук пятнадцать гайки закручены вот ты гайки крутишь крути вот этими пальцами сначала откручиваем до конца и закручиваем потом этими откручиваем и закручиваем этими откручиваем а каждые пальцы меняешь один мизинцем и так короче ну и так неудобно мизинцем неудобно сидит и смотри я уже дома покушала посадила филю купаться он какой-то малоактивный уже второй месяц даже если не больше ты там ныряешь да давай покакаешь я водичку поменяю малоактивный но это зима вот в спячку он не впадает но пытается но Лена не дает да Лена такая не дает и все у меня в доме вообще закончилась еда поэтому варю картошку вот варю компотик с клубничного варенья и размораживаю потрошка вот который привезла с Воронежа у меня еще остались немножечко вот размораживаю сварю бульончик или может быть сварю супчик не знаю заходила в пятерочку у нас в пятерочке очень хорошая выпечка из слоеного теста вот завтра будет 9 дней по Настеньке и купила пирожков возьму на работу Коля купила сочнее купила вот такие вот конфетки райские облака а самой печь возиться у меня нет ни сил ни энергия вот вроде бы держусь все время как бы лечит потихоньку отпускает но надо время чтобы восстановиться и прийти полностью в себя сейчас я вам покажу где вчера засветился мой ланос и тут мне на глаза еще попала вчерашняя метель видео вконтакте сейчас я вам немножко метелицу нашу покажу даже не метелицу а ураган наверно можно сказать гляньте что ветер задувает света белого не видно гляньте что вообще не видать это видимо с окна снимают все белым-бело вон 9-этажка там вдалеке да как раз вот в это время мы с Андрюшкой возвращались вчера с Кандалакши в Мурманске в Кандалакши вообще было спокойно ни снега ничего в Мурманске вот такая вот непогода разыгралась ну ладно я думаю все поняли о чем речь вот и вот мой ланос смотрите не ДТП но ЧП почему это ЧП не ЧП конечно неуважаемый автолюбитель такая парковка для вас норма подпер и даже номер телефона не оставил из-за вас мне пришлось ехать на такси за немалые деньги и это весьма неприятно вот мой ланос вот вот это тот лючок который я узнала по цвету вот ну это моя машина сто процентов тонировка вот он люк и видите что он сделал он задом подпер девушку я уже потом в комментариях читал это машина девушки вот номера уже другие машины и вот сейчас вид сверху сейчас вам покажу вот моя машина а сзади вернее уже не моя машина а сзади девушки машина вот она сейчас снегу здесь плохо видно здесь не проехать то есть там детская площадка здесь огорождение и девушки назад никак и вперед никак все он ее закрыл но тут мнения разделились этот ланос гляньте он без снега а у девушки на машине гора снега и кто-то писал в комментариях что мол у девушки гора снега он и подпер ее потому что понял что машина не ездит девушка же это тоже писала в комментариях что мол да я езжу редко но именно сегодня тот день был когда мне нужно было уехать потом написал этой девушке сосед что типа неправда ты никуда не ездишь тебя возит мама она уже стала переписываться с этим но она не грубила она все вежливо переписываться с этим парнем в комментариях с соседом вот тут долго и много всего писалось одним словом непонятно кто прав кто виноват но самое интересное вот насколько мир тесен взяла нашла свою машину видела в группе привет ланос ты еще живой ты еще ездишь ну что же на сегодня я буду с вами со всеми прощаться всем пока всех люблю и конечно же до новых видео то